Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас есть один ресурс, очень тяжеловесный, как называемый, много чего здесь есть, православный библейский сайт. И считаю, самое ценное, это ответы 4124 и разбито по папкам. И сейчас пятый мы осматриваем, пятая папка, будущее мира. Вот. Я буду вопросики эти ставить, мне которые задавали, когда я вел занятия в университетах, и озвучивать. Вопрос 3958, 28 том открытым оком. Какие политические события в мире говорят о пришествии Антихриста? Ответ. Знаем только то, что пропускают для нас, кавычки открытый, Синедрион, Верховный Еврейский суд, в состав которого входил 71 человек, существовавший с первого века до Рождества Христова, примерно до 425 года нашей эры. Самое знаменитое из его заседаний, то, на котором был безвинно осужден на смертную казнь Иисус Христос. 13 октября 2004 года, в 28 день месяца Тишерея, по еврейскому календарю, в израильском городе Тиверия состоялась уникальная, невиданная за последние 1600 лет церемония открытия нового Синедриона. Возник в первом веке Доржества Христова и просуществовал примерно до 425 года нашей эры. По началу его заседания проходили в Иерусалимском храме. Теперь это, ставшее олицетворением беззаконной организации, снова претендует на роль высшей судебной инстанции Израиля. Первая попытка вновь собрать Синедрион была предпринята несколько веков тому назад в Цфате. В его составе, кстати, был раввин Йосеф Каро, автор небезызвестного кодекса праведного иудея под названием Шульхан Арух. Однако многие авторитетные раввины того времени возражали против этого на начинание, в результате чего его пришлось свернуть. Согласно Талмуду, Мигилла, 17b, Синедрион должен быть воссоздан после частичного возвращения евреев из Рассения, но до полного восстановления Иерусалима. В других местах Талмуда, например, Эйрувин, 43b, говорится, что пророк Илья явится перед Синедрионом для того, чтобы возвестить приход Машаха, то есть в христианском понимании Антихриста. В наши дни одним из лидеров движения за воссоздание Синедриона является Ешай Баавад. По его словам, предшествовавшие первому заседанию несколько месяцев, 71 раввин получил специальное рукоположение в соответствии с правилами Маймонида. Эти раввины представляют все разновидности современного иудаизма, но их членство в Синедрионе не является постоянным. Все они заранее согласились уступить свои места более уважаемым кандидатам, когда таковые появятся. Кавычки открыты. Гораздо важнее сам факт воссоздания этого института, сказал Ешай Баавад. Те, кто входят в его сегодня, вовсе не обязательно будут входить в него завтра. Но цель состоит в том, чтобы в Иерусалиме был один Верховный Раввинистический Совет, который собирался бы раз в месяц для вынесения решений по самым важным вопросам и проблемам. Эта необходимость диктуется потребностями как нашего поколения, так и нынешнего момента. Кавычки закрыты. Одним из участников Синедриона был директор института храма в Иерусалиме Раввин Израэль Ариэль. Кавычки открыты. «Станет ли этот Синедрион тем самым, которого мы все ждем, будет понятно только со временем», сказал он. Сегодняшняя церемония – это на самом деле возобновление процесса рукоположения священников для третьего храма, который начался несколько месяцев тому назад. Мудрецы Талмуда описали 10 стадий изгнания Синедриона из Иерусалима в другие города, последним из которых стала Тиверия. «И это то самое место, в котором по пророчествам он должен был воссоздан быть, и откуда он впоследствии должен быть перенесен в Иерусалим». Кавычки закрыты. Открытие Синедриона стало возможным после рукоположения одного раввина, кандидатура которого была согласована с большинством израильских раввинов, и утверждена бывшим главным раввином Сефарадов – Овадии Йосефом, и главным ашкеназийским раввином Йосефом Шаломом – Ильяшивом. Теперь этот раввин, пожелавший, как впрочем, и многие другие его коллеги, сохранить свое имя в тайне, считается получившим истинное рукоположение, восходящее к Моисею, что позволило ему рукоположить остальных вошедших в Синедрион раввинов. Итак, в середине октября состоялось открытие нового Синедриона, а уже в начале декабря его члены, стараясь особенно не привлекать к себе внимания, совершили паломничество на Храмовую гору. В это мероприятие принимали участие около 50 недавно рукоположенных раввинов, а перед восхождением все они прошли ритуальное омовение в Микве. Одна из митсв, предписание, регулирующее жизнь иудаиста, комментарий ЛЗ, не связанная с какой-то определенной эпохой, но связанная с нашим пребыванием в Израиле, состоит в учреждении Синедриона, сказал в интервью израильскому национальному радио Равин Мир Халевин, Рамбам. Очень точно описывает этот процесс в Мишнаторе. Ну и далее, просто я буду показывать, чтобы кто желает, послушать, тут не запомнить еще нельзя, и названия такие, ну смысл понятен. Это редкий материал такой, тем более это уже давно писал, брал. Поэтому, чтобы отмечать где-то, нужно было очень-очень много лопатить разной литературы, просто неисказанно много. И теперь, как они избирают первосвященника, я считал о том, как они готовят первое жертвоприношение принести, и нужны были рыжая телица. Ну рыжая, но такую вывезти, чтобы ни одной белой волосинки не было. И специально Равины поехали в Америку, и там три такие генетически чистые были телки у них. Их принести в жертву, сжечье пеплом там, что делать. То есть они очень внимательно смотрят за тем, чтобы правильно все было. Ну вот это все я показал, а теперь это кончаю эпиграфом. Второй Фессалоникийцам, 2, 3, 4. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, так коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха. Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Стих. Из самых незначительных вещей слагается мозаика, прекрасное панно. Стекляшки мелкие из огненных печей, и под рукой художника им засиять дано. Лишь издали в конце, при полноте, и простецам откроется всеобщая картина. А до того, что польза городить плетень, и спорить с амбиозностью кретина, может, амбициозностью, так и в истории с вселенским окончанием, Бог приоткроет замысел судьбины. А мы, как стеклышки маячим, замечали лишь свой момент, где тошно оскорбили. Малюсенький и крошечный просвет, сквозь тусклое от копоти стекло, пророческим наитием на что-то дать ответ, а дальше сразу же в потемки повело. Когда родился ездра любопытный, да тошно вызнавал в потемках по углам. Неделями цветочками лишь сытый, и в воду мерил он слезами пополам. И даже так наивно и по-детски, выспрашивая крохи из кромешной тьмы, упрек за любопытство жалобные всплески, где вместе с ним чуть просветимся мы. Нам не дано из частного прозреть весь план конечный замысел владыки. На любопытстве, как и на костре, мы тянемся на сантиметр на дыбке. И силимся понять, что, почему, зачем, на миллионных жертвах спотыкаясь. В Сибири дальний управляет Чех, а над царем воссел жидовский Каин. И только в вечности, и то, как Бог решит, с позиции извечности незримой. Истории по новому уже бесплотных ширм, любовь Христа узрим под тайную Гольфстрима. 9-й, 07-й, 08-й, Игнатий Лапкин. Для славы Иисусу. А то по теме, как творение. Вопрос 2743, 12-й том, открытым оком. Какое тело было у Адама до грехопадения? И какое будет тело после второго пришествия Христа? Ответ. Что мы можем узнать из следующих откровений, данных нам от Духа Святого? Римлянам 6, 23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Филиппийцам 3, 21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет в себе все. 1 Иоанна 3, 2. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда. Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Матфея 13, 43. Тогда праведники воссияют, как солнце. Царствие Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. 1 Коринфянам 15, 54. Когда же тленная сия облечется в нетлении, и смертная сия облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. 3 Езра 7, 48. О, что сделал ты, Адам! Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя, только одного, но и нас, которые от тебя происходим. 1 Коринфянам 15, 22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Где не было греха, там не было и смерти. Тело Адама было бессмертное от вкушения древа жизни. Бытие 3, 22. И сказал Господь Бог. Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Откровение 22, 2. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Еще спрашивают, был ли у Адама пуп? То есть, если он не был рожден, то зачем ему конец пуповины, который младенец связан был с матерью? Конечно же, был, как и яичники у Адама, и матка у Евы, ибо Адам был совершенным человеком, запрограммированным на продолжение рода, как и Ева. Бытие 1, 28, 31. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Да. Стих. Когда впервые Библию читал, сначала благовестие от Иоанна, затем Новый Завет, где повстречался Павел, с ним я и поплыл по неизвестным странам. Выписывать стал золотые строки, вошедший мгновенно в ум и в сердце. Свет воссиял, узрел свои пороки, какой я непокорный, злой и мерзкий. Читал захлеб, река вовнутрь втекала, и разветвлялась по родным и близким. Всем выписки послал, попал в опалу, но укрепился, крепче зубы стиснул. Теперь я знал, негасточный маяк, прибежище, покинутому в горе, я не один, есть община семья, и голос мой в любвеобильном хоре. Совкнулся поиск с тем, чего искал. Ответы на вопросы, так все просто. Вчерашних собутыльников оскал, смешные и жалкие были их угрозы. Впервые прошлое пришлось перелопатить, припомнить, высветить, где обратиться мог. Спортивный был, и вдруг, урод горбатый, теперь во всем, везде был виден Бог. Распалась связь с друзьями и родными, и серость жизни приобрела вдруг смысл. Мы в каждой ссылке, в собственном нарыме, без веры в Бога, над пустой завис, над пустотой завис. Авторитет Писания безбрежен. И строки Библии, и подарок Иеговы. Но почему не слышал это прежде? Принять Христа я был давно готовый. Не стыдно заново всю жизнь переписать и в прошлом мраке выискать Иисуса, где он стучал и звал озлобленного пса, не пренебрег, не побоялся, что укусит. 24.03.05. Игнатий Лапкин Итак, вот собственная биография. Вопрос. Вопрос 684. Второй том, открытым оком. События книги и откровения будут происходить в точной последовательности, как записано в книге. Или то, что стоит в конце книги, может исполниться раньше написанного в последних главах. Апокалипсис предсказывает только будущее, или еще и толкует прошлое и разъясняет настоящее. Поясните. Ответ. Ни о какой последовательности Иоанн богослов не ведет речи. Иногда он просто берет общий расклад от событий. Тут же переходит к детальному рассмотрению событий. И указав на события, уже после суда Божия, снова касается апостольских времен. Да и вся Библия написана так, что где бы ты ее не открыл, ты найдешь там предупреждение, утешение, угрозу, сравнение с прошлыми событиями. Пророк это не только тот, кто предсказывает грядущее, но тот, кто знает прошедшее и видит сокровенное в настоящем, на земле и в космосе. Очень сильно это отражено в стихотворении пророк Пушкина. Прочтите его подстрочно и найдите параллельные места в Библии. Мне кажется, что это самое лучшее, что вышло из-под его пера. А как много он написал ненужного, легкомысленного, пустого, сплошное ветрогонство, и потом уже о нем раздули кадила советские. Вопрос 699 2 Том Открытым оком. Спасутся ли после страшного суда люди, погибшие по вине священников, в частности, из-за неправильного крещения? Ответ. Много раз повторяю, что о спасении решает только Бог и никто другой. Мы же всего лишь смотрим Слово Божие, определяясь на правильном ли бы пути, чтобы не было у нас ложного надеяния свалить на кого-то вину. Матфея 15 14 Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в ябу. Римлянам 14 12 Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Сектанты проповедуют о том, что будет еще несколько пришествий Христа. Сначала за церковью, а потом через тысячу лет для страшного суда. Евреям 9 28 Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз изъявится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Но в Библии есть только слова во второй раз, но нигде нет в третий раз. Я сейчас покажу. У меня тут схема была, не знаю, я не убрал или нет, тысячелетнее царство. Вот оно. Посмотрите, составили как. Я отдавал этот материал и кто-то составил. Очень удобно смотреть, ну красиво, ровно. Вот оно как выглядит. Не знаю, видно, нет. Вот Христос воскрес, вот оно где. И что сатана скован на Голгофе. Начало тысячелетнего царства. Тысячелетнего царства это время евангельской проповеди. И оно заканчивается начало великой скорби за три с половиной года. Последний день. Второе пришествие Христа, всеобщее воскресение праведных и грешных великий исход. Суд и вот здесь будет восхищение церкви. Сатана освобожден. То есть одна прямая линия и три с половиной года отрезок больше ничего нет. А у них ни конца ни края. Еще с кем я встречался ну 50 уже 4 года. на разные вопросы сколько пришествий-то. Ну тут понятно что уже это хорошо сделали. Дальше. Вопрос 609 второй том открытым оком. Что можно и что нельзя читать в книге Россия перед вторым пришествием? Вот ведь он спрашивает вопрос. Я должен знать я же не знаю какие записки будут. ни одного неотвеченного вопроса не было за 25 лет за четверть века. Ответ эта книга постоянно пополняется и теперь уже в нескольких томах. И это нужно знать было чтобы ответить. Стараются братья чтобы народ Божий не был во тьме. Они в нее включают все что слышали даже краем уха или во сне. Это как у историка Евсевия среди нескольких зерен много мекины и мусора. Читать можно все для знакомления но верить всему нельзя. Это как газета Русь православная Константина Душенова знакомит с полярными точками зрения. Это и хорошо и опасно. Народ слаб не образован и невежествен от всеядности наступает атрофия чувств. Души святой учит иначе. 1 Петра 2.2 Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение. Постранично я не могу сейчас сказать сами все сравнивайте с Библией. Книгу эту можно оставить на своей полке. Я ею уже воспользовался при сборе некоторых материалов. Вопрос 617 2.2 Открытым боком. Все наши тайные грехи станут явными для всех на страшном суде. А грехи которые были до крещения или исповеданы перед Богом тоже всем откроются? Ответ Ответ какой? И сразу дается ответ. Какой ответ? А что Библия нам говорит? Не просто я там колбасил стоял. Исайя 43.25 Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помянул. Бог обещает все наши грехи бросить за себя. Исайя 38.17 Вот во благо мне была сильная горесть и ты избавил душу мою от рва погибели бросил все грехи мои за хребет свой. Все что было до крещения прощено и Бог этого уже не ставит в вину. Но Писание говорит 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться присудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое получается получается как бы такая картина что перед всей вселенной все наши дела прощенные до крещения на исповеди снова будут явлены но по другим углам зрения будут они видимы за каждый грех возмездие смерть римлянам 6.23 и за каждый грех Христос умер евреям 9.22 да и все да и все почти по закону очищается все очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения поэтому вся вселенная и это по совести должна будет видеть величие заслуг Христа за какие грехи он умер кому и что простил неисповеданные грехи будут отомщены идите от меня проклятые в огонь вечный а грехи прощенные явят величие победы спасителя и его милости его любви когда человека амнистируют то читается его дело и что все это ему прощается вопрос 618 что значит истина покаяться в грехах ответ думаю что этот вопрос есть еще один удар против тайной исповеди которые превратили просто в перечисление некоторых своих грехов перед батюшкой на каждой исповеди все каются как правило в грехах языка злословия осуждения если бы в этом каялись перед всем собранием верных и не просто говорили как на тайной исповеди прости меня святые отче помолись за меня грешного но обращались ко всей общине с просьбой напоминать ему о его злоязычии и удерживать его и даже ударить когда он начинает кого-либо судить тогда плоды покаяния явились бы немедленно ибо все мы в ответе друг за друга мы же пошли совершенно другим путем как только зашли на исповедь так захлопнулись на три двери от всех и мало того священник все время на этой тайной исповеди балансирует на грани лишение сана за открытие тайной исповеди некоторые этим злоупотребляют и шантажируют священников особенно за блуды свой грех считая что тайная исповедь должна быть только в одном случае в измене супружеской верности то есть в прелюбодеянии но не в блуде неженатым и то только по причине того чтобы не узнал муж и не поразил ее то есть тайная исповедь суживается еще более на измены именно женщины при ревнем муже покаяться значит возненавидеть грех возненавидеть его и не повторять мужи веры советуют переменить место жительства дабы не встречаться с объектом греха об этом подробно и в нашей книге к истинному православию стихотворение мне ни капли ни капли боли не вместит скажу прощай мятежной жизни нашей и дух мой к небу воспарит там стану с ней чужд черной ризы праха все раны сердца обнажу и у царя судеб как должного без страха за их награды попрошу Некрасов Николай Алексеевич правильно и далее считаем вопрос 1231 4 том открытым оком меня смущают слова Евангелия горе непраздным и даящим в те дни горе беременным и сосущим кормящих детей даящим речь идет о последних временах почему Господь так сказал сейчас много говорят о близости апокалипсис может нам пора окончать рожать детей и стремиться к полному воздержанию в семье или к монашеству я не говорю об абортах и контрацепции это не вопрос я думаю для православного христианина а все таки почему Господь так сказал Матфея 24 19 такие у меня вопросы интересные были священникам вот я сейчас гляжу ни одному такие вопросы не задают Матфея 24 19 горе же беременным и питающими сосами в те дни Марка 13 17 Лука 21 23 горе же беременным и питающими сосами в те дни ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей Лука 23 29 и во приходе дни в которые скажут блаженно неплодное и утробы не родившие и сосцы не питавшие приближалось время отшествия Христа учеников интересовало что же будет дальше с их страной и с этим чудом с гордостью евреев храмом они чаяли национальное освобождение от римского гнета увязывая его с близостью кончины века и хотели знать признаки по которым можно было определить что оно уже рядом так как в каждом их вопросе фактически было два вопроса о Иерусалиме и о кончине века то Господь так и отвечает Матфея 24 3 когда же сидел он на горе Елеонской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века с беременными захватчики обращались беспощадно предполагая что в каждой утробе их будущий мститель патриот который займет место павшего отца Осия 14 1 а послушена будет Самария Самария потому что восстала против Бога своего от меча падут они младенцы их будут разбиты и беременные их будут рассечены когда войска римского императора Веспастиана окружили Иерусалим то голод в нем был даже более страшный по всей вероятности чем блокадом Ленинграде ибо трупами были заполнены городские охранные рвы и случалось что матери съедали своих детей во время осады Иерусалима погибло 1 миллион 100 тысяч человек плачет 4.10 руки мягкосердных женщин варили детей своих чтобы они были для них пищей во время гибели тщери народа моего 4.0 царств 6.29 и сварили моего сына и съели его и я сказала ей на другой день отдай же твоего сына и съедим его но она спрятала своего сына вот об этом горе и сказал господь в переносе на последнее время перед пришествием христовым эта фраза христа означает следующее есть духовное рождение и духовное чревоношение 1 кориффиным 4.15 ибо хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благовествования тот от кого человек рождается для новой жизни через его проповедь и есть единственный истинный его отец а остальные только по названию фиктивное галатам 4.19 дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится вас христос благодать призывающая через проповедь коснувшись души человека приводит в действие благодать обращающую но это случается иногда не сразу есть период чревоношения катехизации и вот таким-то служителям Христа несущими свет Евангелия небогослужения и обрядности и будут грозить самые страшные муки от антихриста откровение 12.2 которая рождает духовно горе вам она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения ибо самый сильный удар дьявол наносит против учителей против апостолов Марка 14.27 и говорит им Иисус все вы соблазнитесь о мне в эту ночь ибо написано порожу пастыря и рассеются овцы и жития святых известно что императоры Декий Деклетиан Юлиан и другие гонители церкви Христовой издавали особые дикты подобные Ленинскому чем больше объем священников тем лучше так что недроги апостола Павла бывшие у него среди руководства церкви решили этим воспользоваться все души обращенные уже через их проповедь они старались представить перед властью так как будто они обратились через проповедь Павла что это он их совратил вырвал из рядов активных строителей коммунизма и таким от власти пощады не было статья увеличила срок содержание в лагере делалось более жестким филипийцам 1.16 одни по любопрению проповедуют Христа нечисто думай увеличить тяжесть уз моих но это слово горе касается только плоти ее немощи в действительности же в душе таких благовестников великая радость от того что люди обращаются к Богу что их беременность закончилась деторождением и теперь их дети стоят в истине то есть во Христе 3.1.1.4 для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине относительно рождения плотских детей все отдается во власть любящего сердца 1.1.7.28.29 впрочем если и женишься не согрешишь и если девица выйдет замуж не согрешит но таковые будут иметь скорби по плоти а мне вас жаль я вам сказываю братья время уже близко уже коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие сколько рожать детей в какое время это решать нужно по взаимному согласию по любви друг к другу как узнаем из жития Мелании Римлян Мелании Мелании удивительно имена как выворачиваете что это Мелания Мелания желток какой-то протухшие яйца Мелании пусть будет Мелании 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 и главное тут же говорю он опять по-своему выгибает но велания и вдокия и вдокия даже удивительно все на этом слава слава кресту яйца яйца